Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Бугачева Виктория, я ученица 8 класса западного комплекса непрерывного образования города Москвы и представляю свою работу легендарной бате подвига Тальгедия Никифора Калибова. Вот уже второй год я изучаю героическую борьбу по листам Смоленщины под Великой Отечественной войной. Моя предыдущая работа была посвящена отряду Шульца, вступившему в первый бой с немецко-фашистскими сутатчиками на Смоленской земле. После выступления на городской конференции я рассказала о том, что удалось узнать с самым одноклассником. А 22 июня выступила на педагогическом совете перед учителями родной школы. Продолжая изучение данной темы, я не могла не относить внимания на деятельность партизанского соединения, в котором командовала личность поистине легендарная Никифор Захарович Калида. Изучить боевый путь этого замечательного человека и его трагическую судьбу и стала основной целью моей работы. Я поставила перед собой следующую задачу. Первое. Узнать о жизни Калиды до Великой Отечественной войны и определить основные факторы, способствующие ему деятельности от выдающегося партизанского командира. Второе. Охарактеризовать вкладку Калиды в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. И третье. Выяснить предпосылки жестокого поворота судьбы, неожиданного ареста и несправедливого приговора, последующего саморазговора на ненавистном врагу. При подготовке данной работы я ознакомилась с материалами Музея партизанской славы в поселке Поржевайское Смоленской области и Музея Московской школы номер 356, имени Никифор Калиды. Также ценные сведения я получила в беседе с руководителем Музея партизанской славы Игорем Васильевичем Заменковым, руководителем школы номер 356, Любой Владимировной Сурковой, сыном партизанского полка и председателем Совета партизанно-подпольщиков Московского комитета ветеранок войны Карольдом Леонидовичем Романовым. Я узнала о том, что к началу войны Никифор Захарович был немолод, ему исполнилось 50 лет. В родившейся семье бедного христианина, прежде раненой в годы Первой мировой войны, в 1917 году штаб с капитана Холеда забирается в состав полкового солдатского комитета. Это свидетельствовало о доверии сослуживших к офицеру из народа. Служба в армии в грозные годы войны научила Холеду быстро ориентироваться в сложных ситуациях, хорошо разбираться в людях, не терять присутствие духа. Встав на сторону большевиков, ворочавшись, по его мнению, за светлое будущее народа, Холеда становится командиром одного из первых партизанских отрядов на Украине. Затем он направляется на Западный фронт, где идет борьба с польскими войсками, а в самом конце гражданской войны борется с японскими интервентами и белобладейцами в прямой. Вот закончилась война, но жизнь Холеды не становится спокойной и был означает начальником приморства губернской милиции. Я не могла не обратить внимание на то, что Холеда, которому единственному из семьи, где было 9 детей, удалось получить образование, долгие годы сохранил тяпу знаний. Закончив со знанием китайского английского языка в Дневосточном университете, он стал работать в Уништорге, а затем и на руководящих постах в промышленности. Не вызывает сомнений, что любых в стране и ее народ, мужество и опыт Никифора Холеды, неузаурядные организаторские способности должны были помочь Родине в час, когда на дне написала грозная опасность. Война застала Холеду в Москве. Имея опыт командования партизанскими отрядами, он обратился с просьбой отправить его в тыл врага для совершения диверсионных работ. Заявление удовлетворили, и 9 июля группа Холеды прибывала в Смоленск. А в Компартии приняла решение о создании партизанского отряда номер один. Командиром назначили Холеду. 23 августа, вместе с совершающими рейд в тыл врага кавалеристами Доватора, 125 партизан перешли линию фронта. В Слободском районе состоялась встреча Калиды с Михаилом Шульцем, персекандарем Слободского ракома партии. Отряд Шульца на время стал для него базой. Затем бойцы Калиды прорвали кольцо окружения выше в Кориевские леса. Территория, охваченная партизанским движением, расширялась. С начала 1942 года Калиды направляла деятельность более 20 партизанских отрядов. Потряды преобразовывались в батальон. Батальоны входили в состав партизанской бригады. Освобожденный районный центр Слобота стал партизанской столицей северо-западного края области. В феврале Калиды далось наладить связь с командованием 4-й ударной армии, которая в ходе наступления далась порваться в район Демидова. Занимая территорию непосредственной близости от Халининского фронта, партизаны освободили свыше 235 населенных пунктов. К лету 1942 года территория, занята партизанским соединением, превысила 3000 квадратных километров. Калиды был не только военным руководителем, он и растворял гражданскую, советскую власть партизанского края. Бойцы, которых Калиды отправлял на рискованные задания, чувствовали не только требовательность командира, но и этическое внимание к ним. Ведь не зря его прозвали барцы. В этом слове соединилось все. И уважение, и определенные опасения, справедлив, но строго, и доверие к человеку, который никогда не бросал друзей в беде. И внешность была соответственной. Партизанское соединение, насчитывающее уже около 6000 человек, вошло в историю подсоединения пати. В ходе боев оно уничтожило свыше 4000 гитлорцев. Особое мужество в этой соединении проявил разведчик подрывников Володя Куриленко, посмертно удостоенное звание Героя Советского Союза. Здесь же получил и боевую закалку Михаил Егоров, в 1945 году водрузивший знание победы над Рейхстагом. Партизанский край имел выход в нашу территорию через так называемые Солбатские ворота, узкую полоску ничей на землю. Через них партизаны вывели в советский тыл тысячи солдат-офицеров, казавшихся в окружении. Совершенно уникальным событием стало проведение операции «Дети», в ходе которой партизаны обеспечили переход на Большую землю более трем тысячам подростков, которых спасли от фашистской Него. Соединение Бати росло и крепло. Когда в июле 1942 года Коляду вызвали для отчета Москву, его приняли в посольстве Великобритании, где вручили имена Котик. Так король награждал только высших военачальников. Обращаясь к молодым бойцам, руководитель комсомола Михаил Лапидеса, по имени партизанской борьбы охвачена вся Смоленщина. Имя Бати наводит ужас на оккупантов. Напуган на развитие партизанского движения и немецкое командование в сентябре 1942 года начало крупную карательную операцию, в которой были задействованы танки, артиллерии и даже авиации. Завязались скоропроектные бои. Находясь на одном из командных пунктов, офицер 4-й ударной армии Павлюченков и заявил, никогда бы не поверил, что сегодня в окопах сидели партизаны. Они сражались, как настоящие гвардейцы. Знакомясь с этим немаловажным эпизодом борьбы партизан с гитлеровскими войсками, я задумался о том, что, может быть, именно этих войск, переброшенных против партизан, не хватило тогда немцам в боях в Сталинграде. Неожиданно Калиду вызывает в Москву. Он надеялся быстро вернуться. Недавно ему вручили орден Ленина и присвоили звание генерал-майору. Казалось, ничто не предвещало беды. Самое сложное для меня оказалось понять, почему самоотверженная борьба Калиды с фрагом прекратилась не из-за фашистской пулы, а совершенно при других обстоятельствах. На следующий же день, после прибытия в столицу, Калиду вызывают к ворошилу. В конце беседы тот говорит, что-то, бац, на тебя стали много писать. Ну, надеюсь, все обойдется. Не обошлось. Той же ночью Калиду арестовали по личному приказу наркома НКВД Берия. Но что же могло привести к его аресту? Мне приходилось читать и разногласить на эффективность деятельности партизанских отрядов с руководителем партизанского движения Пономаренко. Я тренинг с первым сектором Смоленского Пума Попова. Но, анализируя полученные сведения, я пришла к выводу, что роковыми стали слова сказанные членом политбюро Андреевым. Партийные органы себя дискредитировали. Сейчас нужно распрасывать листовки от имени людей, издавая ваших уважений народу своей борьбой. Листовки за моей подписью могли бы сыграть в Пасмоленской области большую роль. Меня всюду знают. Таких слов, произнесенных еще и в Кремлевском кабинете не могли забыть, как не могли и простить. Хотелось бы выдвинуть еще одно предположение. Знакомясь с книгой Черушевых «Расстрелянная элита РКК», я узнала о том, что еще до войны как враги народа были расстреляны и видны военные и государственные деятели Михаил Ольшанский и Тихон Хвейсин. Маловероятно, что заведенное по делу Калилитой следствие не обратило внимания на судьбу его непосредственных военачальников в годы гражданской войны. Калилитой был приговорен к 20 годам заключения. Мужественный Батя столько пережил страшные годы. После смерти Сталина в марте 1953 года в стране начали происходить изменения. Еще через год приговор в донесении Калилитой был признан необоснованным. Его полностью реабилитировали, вернули орден Ленина и предоставили квартиру в Москве. Казалось бы, Батю повезло. Но что стоили мы эти годы, проведенные в лагерях, за которыми пережил два инфаркта? К сожалению, Калилитой не прожил 1 марта 1955 года его не стало. Остановилось сердце. Так закончилась жизнь самого выдающегося партизанского командира Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. Завершая свое выступление, хотелось бы ввырить надежду, что поставлен при собой задачи я выдумала. То, что я узнала, не просто обогатило мою память, но оставило глубокий след в душе. 9 февраля, в 1925 веке со дня рождения Никифора Калиды, я вместе с Львовом Владимиром Сырковой и роль Дом Леонидовичем Романовым разложила цветы на могилу легендарного партизанского командира. Я считаю, что Никифор Калиды принадлежит к числу людей, которых нельзя сломить несмотря на какие испытания. И на такие люди представляют собой истинное воплощение человеческого достоинства, мужества и справедливости. Я бы хотела, чтобы его имя знало как можно больше количества моих сверстников. Как мне рассказали в заданиях по игре по истории в прошлом году, в качестве одного из параллых ответов нужно было выбрать имя выдающегося партизанского командира Сидора Кавпака. Я надеюсь, что когда-нибудь вполне аналогичное задание выпускники не задумываются ни минуты пишут имени Никифора Захаровича Калиды. Я постараюсь нести свой вклад. И так как верстку уже напечатано, я могу сообщить о том, что в следующем номере журнала «Дюнный краевед» будет опубликована моя статья об этом с учетом и человеком. А сегодня в зале присутствует завеститель-проседатель для комиссии об уведомлении кубитовичной медитации медитации